Российская Федерация, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Уважаемые товарищи, друзья, дорогие ветераны. Приветствую вас и сердечно поздравляю с Днём Защитника Отечества. Мы встречаемся накануне праздника, который уже много-много десятилетий отмечается как поистине всенародный. В эти дни по всей нашей огромной стране чествует военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооружённых Сил. И такое уважительное отношение общества к кратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости, на искренней благодарности за надёжную защиту мирной жизни, на памяти народа о великих победах, добытых отвагой и мужеством солдат и офицеров, дерзостью и талантом наших полководцев. Мы гордимся подвигами воинов, громивших врага и на Чудском озере, и под Полтавой, и в Бородинском сражении, и, конечно, в грандиозных битвах Великой Отечественной войны. Их самоотверженность, сила духа, непреклонность перед врагом – вечный пример священной преданности Отечеству. В сегодняшнее поколение солдат, матросов, офицеров также достойно, на совесть служат Россией. Наши воины верны славным традициям армии и флота, традициям доблести и отваги, и в совершенстве владеют современными знаниями воинским искусством. Они выбрали для себя нелёгкую, если не сказать жёсткую профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и, скажу прямо, готовности отдать за отчизну, за боевых товарищей самое дорогое – жизнь. Любовь к родной стране – одно из главных качеств характера личности российских военнослужащих, всех, кто посвятил себя ратному труду и на деле ежедневно отстаивает идеалы и ценности подлинного патриотизма. Иначе и быть не может, ведь вы защищаете Родину. Благодарю вас за верность присяге, за достойное исполнение своего воинского долга. Уважаемые товарищи, Россия – миролюбивое государство. Мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности, но хорошо понимаем, что современный мир сложен и противоречив, что в нём ещё немало пока неразрешённых конфликтов, вызовов, угроз. Поэтому обеспечение безопасности России и наших граждан остаётся для нас безусловным приоритетом. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать вооружённые силы. За последние годы их боеспособность, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях, в частности, в ходе антитеррористической операции в Сирии. Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действуют смело, решительно и эффективно. Проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищали и защищают интересы нашей страны, интересы России. Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Во всяком случае, пока не имеют, я думаю, что ещё долго иметь не будут. Это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной напряжённой работы учёных, конструкторов, оборонной промышленности. Их уникальные достижения – основа для успешного развития армии и флота на десятилетия вперёд. А значит, и безопасности мира для России, для нашего успешного динамичного развития. Дорогие друзья, во всех, без исключения планах и решениях о будущем вооружённых сил, мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, на волевые качества. И как верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры. Ещё раз поздравляю всех военнослужащих России, ветеранов с наступающим праздником. Желаю вам, вашим родным, близким здоровья, счастья и благополучия. Благодарю вас за службу. Продолжение следует...